Всем привет, друзья! Среда игромания утром! Лея Радна, Дмитрий Шепелёв, Дмитрий Кудряшов за кадром. По чуть-чуть новостишек. А начнём мы сегодня с очередного разбора полётов. Что же там новенького нынче будет в Middle Earth Shadow of War? Разработчики всё постепенно делятся новой информацией. Начинают наш любимый марафон «Собери игру по кадрам». На этот раз посвятили всё нововведениям в области экипировки, оружия, кастомизации. В общем, игра приобретает всё ровно то, чем давно уже обладают любые open world, такие около RPG игры. Но, тем не менее, для именно этой серии, ну, теперь уже серии, это прям серьёзное нововведение, нам рассказали про то, что будет, да, как всегда, куча оружия с разной статой, но каждый шмот, он не просто валяется по миру где-то в шундуках, а его придётся выбивать из орочих вождей. Причём от конкретного вождя зависит то, собственно, какая ковырялка из него вылетит. Потому что, например, если конкретный орк у рука и там боится, например, огня, то, соответственно, это будет какая-то штука, завязанная на пламени, типа больше урона от огня и так далее. Если там ещё какой-нибудь, если бесится от того, что в него ледышками пуляют, значит, это будет какое-нибудь оружие с ледышкой и так далее. Вот будут следующие параметры. Это меч, кинжал для стелс-убийств, лук или там какие-нибудь тельфийские умения, основной шмот, плащик для красоты. И теперь у Талиона будет своё кольцо всевластия, на которое можно будет лепить всяческие руны, которые будут давать ему сверхспособности ещё больше. И таким образом в течение 7 минут нам рассказывают, что вообще можно сделать из какого-нибудь там кинжальчика, собирая на него все-все-пре-все ачивки. Да, теперь на оружии будут ачивки. То есть у тебя на каждом предмете будет, например, какое-нибудь условие, которое нужно выполнить, чтобы получить ещё дополнительный буст на него. Можно будет какой-нибудь просто левый кинжальчик превратить в твоё самое мощное имбовое оружие и с ним потом ходить всех режем. Что? Мне вот интересно, там в видео был момент, когда вместо миникарты слева внизу был глаз Саурона. Что это значит? Типа, он обратил на тебя своё око? Вот насчёт этого не знаю. То есть Саурон-то там будет, понятное дело. Вся игра построена на обоине Саурона. Но реально, вместо миникарты был ему глаз. Прикольно. Тебе, как вообще, какие у тебя чувства, во-первых, к Средиземью, и во-вторых, к этой франшизе в разрезе Средиземья? Я как-то... Вот, если BioWare сделает игру про Средиземья, то там наверняка можно будет мутиться уроном и мелькором. Да, можно будет устроить вообще Средиземье. Тройничок такой, тройничок тьмы. Средиземья я отношусь хорошо, но я пока ещё... Мы делали образы фемок, гномов, к выходу Хоббита. Фемок, гном. Ты гном. Да, я была к гноинам, отцам Гимли. Ты почти выше меня, и ты гном. Он тоже рыжий был. Это чудеса... Я женщина была гном, женщина гном, отец Гимли. Гномелла, гномелла. Ты не видела разве эту съёмку? Она достаточно популярной была. Нет. Странно. Ну ладно. Как это осуществлялось? То есть какие-то причуды визуальных эффектов? Нет, мы... Или просто у вас немали издалека? Нет, мы делали именно всё-таки фем-версию. То есть мы не пытались там покодить на мужиков. То есть мы делали просто феминизацию... Они мы календов передвигались. Почти всех гномов из Хоббита. Зачем это был Гэндальф и, собственно, сам Бильбо. Вот. К миру Толкина я отношусь хорошо, а вот игры ещё хороших по вселенной не видела. Ну, нет. Это определённо не так. Например, по Возвращению Короля был неугодный весьма слэшер. То есть редкий тоже представитель вида хорошая игровая адаптация фильма. Хорошая игра по фильмам. А? Прямо отличная. Прямо отличная, да. Для своего времени она была топовая. Был неплохой клон Баттлфронта в мире Властелины Колец. И, опять же, стратегии Middle-Earth. Чё-то там. Короче, как Empire at War, только про Средиземье. Вот. Две части тоже были очень неплохие. В остальном, первая часть Shadow of Mordor была, ну, довольно такой середняковой игрой. По большому-то счёту. Вот. То есть я уже говорил, что это, по сути, игра одной фишки. Там действительно очень клёво реализована вот эта система Немезида. То есть ты в курсе о неё, да? Или так? По наслышке. Понятно. Окей. Я игру просто не знаю, как там это было всё реализовано. Я говорю, я не знаю эту игру, про которую ты рассказываешь. Shadow of Mordor. Ну, предыдущая из этой вот серии. Да, я не играла. Я тебе про это говорю, что я не могу тебе сказать, как я к ней отношусь, потому что я с ней не сталкивалась. Я не играла. Кстати, кстати говоря, если вы пропустили внезапно каким-то образом, не грешно, не грешно, это не прям был хит, хотя определённо они говорили. Можно, можно попробовать, она вполне стоит своих денег. На распродажу брать-то их точно обязательно. Вот. Я могу сказать, что про Лёвки по Толкину вот что. Весело и забористо. Ну, не сомневаюсь, это самые древние ролёвки на Руси. Толкин же в наши края пришёл ещё в 80-х. Так что... Спасибо. Первый ролёвки. Да. Спасибо. Да, действительно. Как? Первый много бабла взял. Заработал достаточно. Достаточно, да. То есть, ну, блин, если бы первая не окупилась вообще коммерчески, ни о каком сиквеле, тем более довольно скором, речи бы не шло. Так что да. Давай, следующую новость. Тем временем создатель Overwatch обещает скоро выпустить три новые карты. И это круто. Да, наверное, многие игроки сейчас хорошо знакомы с событиями, те же, которые я сортовал буквально пару недель назад. Ну, взрослойщиков есть ещё... Я так и не добрался. Я не добрался? Нет. Я до Overwatch и так не добралась, на самом деле. Я в Overwatch играла только пару раз на закрытых предпоказах до его выхода. И потом... Что? Дима, ты хочешь подарить мне Overwatch? Ты хочешь подарить мне компьютер, на котором я буду Overwatch? Нет. Ну, тогда вот и не кривись. Но создатели ещё есть сюрпризы для игроков. Скоро, да, добавят три новые карты, как говорят разработчики. Мы сейчас работаем над ними, и все они уже прошли стадию тестирования. Эти карты будут стандартными для режимов быстрой игры соревнований. И хотя всё, чем может измениться, все три карты, скорее всего, будут в этом году. Каплан намекнул, что игроков ждёт ещё кое-что. В разработке находятся ещё три нестандартных на этот раз карты. К тому же разработчики заняты и другими экспериментами. Ох уж, ох уж их эксперименты. Ну, да. То есть, я вообще отмечал невероятный уровень Близзарда, когда они действительно, фактически каждая их инновация, каждый их новый герой, каждый новый режим какой-то, они все работают. Это удивительно. То есть, у них и без того контента дофигища. Я до сих пор не могу сказать, что я, по-моему, Торт Бьёрна там вообще ещё пробовал только раз вообще за всю историю. То есть, и, по-моему, остались даже герои, которых, по-моему, и не трогал вообще. Вот, при этом они все разбалансированы, у каждого есть своя фан-база и так далее. То есть, поэтому то, что три новых карты, мне кажется, они ещё прям уменьшают. Наверное, как бы ещё что-нибудь совершенно внезапное. Но они пообещали, Горя, что вы делали ещё три нестандартные и ещё работали какими-то другими дополнениями, ещё не анонсированы. Я вообще, на самом деле, загуляюсь тому, как команда разработки Overwatch, насколько она, знаешь, отыгрывается просто. Вот мы добавим здесь и это, и это, изменим это. Мне кажется, они, знаешь, в тот момент, когда... Это Близзард, и у Близзарда это сейчас самый топливный проект. Знаешь, мне кажется, это тот проект, на котором у них просто сошли практически многие рамки, которых они старались придерживаться. Это точно широкий сеттинг, и они тут... Объясняю. На самом деле, фишка ещё в том, что это их хлеб, по сути дела. То есть, в Hearthstone сейчас наблюдается падение. Очень-очень серьёзное падение игроков. Ну, у StarCraft, ну, насчёт StarCraft, не знаю. Но там, по-моему, довольно стабильная база игроков. Diablo, да, они её поддерживают там, но тоже не без вопросов. Легион был всплеск интереса на фоне выхода, собственно, Легиона в Warcraft, да. Но это, как бы, было исправление трендов предыдущих лет, когда у них тоже было серьёзное падение игроков в WoW. Вот. Heroes of the Storm, они вот сейчас, да, выпускают аж 2.0. И это тоже просто отчаянная попытка вернуть игроков. Поэтому Overwatch, да, Overwatch их сейчас самая успешная игра. И самая основная дойная корова их вообще, самая главная. Серьёзное видо, что разработчики, они мало того, что постоянно её дорабатывают, вот что-то новое, они не пытаются с ним экспериментировать. То есть, пробуют, порой, достаточно рисковые вещи. StarCraft никогда не упадёт в базу, в неё играют азиаты, а их мало не бывает. Да, а ведь никто не думал, что так выстрелит Овер. Ребята, это Blizzard. Сейчас будем люди с ним стрелять. Да, извините. На какой бы то ни было период, а выстреливают все. Ну, с Ходсом тоже большой вопрос, на самом деле. Вот Ходс, пожалуй, в наименьшей степени, но, тем не менее, тоже кто-то... Серьёзно можно снимать по Ходсу? Не. Я тоже не видела. Ммм, клёво-клёво. По-намуле идётся с Диабло, потом концепт летает Дилу. Ты такой, ааа, какие-то, какие-то классные мужики. Так, а дальше у нас новости краудфандингов. Прям две подряд. И начнём с того, что вот наш соотечественник, российский студент, собирает, зовут его Владислав Гребнёв, собирает деньги на создание ремейка широко известного в узких кругах шутера The Raw Tolerance, которое вышло ещё аж на Sega Mega Drive в 94-м году. И вроде бы стоит в одном ряду с такими прото-шутерами, как Wolfenstein, как... кто там ещё, с кем его сравнивают. Знаешь, Wolfenstein я знаю, Zero Tolerance нет. Я знаю Zero Tolerance, но не игру. Вот. Насчёт игры, это довольно странный выбор. То есть, ну, как правило, ремейки делают для того, у чего есть, ну, панбаза. То есть, а эту игру мне пришлось даже гуглить. Ну... Слушай, ну, как бы очень очевидно, если это будет именно... Я, честно, я, может быть, я её когда-то и видел, может быть, я что-то про неё слышал, но она точно не на устах. Это совершенно точно не какой-нибудь блат. Ну, понимаешь, сейчас деньги на переиздание собирают не разработчики, не правообладатели, собирают некий российский студент. То есть, очевидно, у него как бы есть заговорённость с правообладателем предыдущей игры, но, возможно, как человеку уже настолько просто, знаешь, не интересна, не нужна эта игра, что человек ничего уже не хочет с ней делать, что ему было как бы легко договориться. Да, на Сеге в него играл. Ну... Просто если это была как-то популярная игра, которую как-то знали, ну, на неё не собирал бы деньги российский студент из Новосибирска, а собирали деньги какие-нибудь всё-таки другие люди. Да. Что-то мне подсказывает. И насчёт самой компании на Бумстартере в данном случае. Димас, можешь щёлкнуть на слово «компания»? Вот, да. И вот здесь я просто со своей колокольни могу сказать, что вот перед нами пример того, как компанию на краудфандинге делать не надо. Сейчас объясню, почему. Вот если ты проскроешь, Димас, то мы видим, что, по сути дела, это гигантское полотно текста. То есть, не карпи... И очень плохо поданное и оформленное. Вот что это за плашки такие? Плашки, бог с ними. Ну, там есть ещё, если говорить про сам текст, Владислав, 22 года, он студент технического вуза, ну, то есть, не гуманитарий особо. То есть, и, да, вот до этого ещё до всего нужно долистать. Жесть. Да. То есть, понятно, что... Таки, да, как подача должна быть короткой и ёмкой. Короткой и ёмкой, и, ну, просто сам текст. То есть, нас в институте учили для того, чтобы... Ну, вообще, продающая страница на любом краудфандинговом сервисе, что бы это ни было, это FI как-то, Kickstarter, это даже тот же Boom Starter, это отдельный проект. Тебе нужно реально запариться и иногда даже вложиться для того, чтобы это пользователю продать. То есть, в одиночку просто вот так с нахрапа сделать ничего не выйдет. То есть, нет у тебя денег на редактора для текста, найди какого-нибудь друга с Филпака, найди какого-нибудь другого тоже студента, который тоже заморочит на эту тему, найди какого-нибудь студента-маркетолога, вместе над чем-нибудь подумайте. Понятно, что это звучит примерно как «не так сталь варят», но тем не менее. Я потому что вчера, когда перешел на страницу проекта, я увидел, что там один бейкер. Один бейкер, который занес 100 рублей. Он сам? Возможно. Я не ответил. И текст, который плох. Который, ну просто видно, что написал человек без опыта вообще написания. Реклин, правильно, пишет. Нахрена мне это признание, у меня есть Сега, у меня есть Карик, профиль. Ну да. Давайте же перейдем к следующей новости тоже. А вот дальше про то, как надо делать краудфандинг. Что ты там, ты забываешь, что камера работает, и я тебя вижу. Да, говори. Да, вот дальше как раз пример, наверное, удачного краудфандинга, который уже фактически, по-моему, завершился успехом. Но другое дело, что тут есть громкие имена. Давай, рассказывай. В общем, дизайнер классической серии XCOM Джулиан Голоб вместе с основанной им студией начал компанию на краудфандингом сервисе FIG. Они собирают деньги сейчас для работы над духовной наследницей оригинальной XCOM пошаговым симулятором практических сражений. Игра будет называться Phoenix Point. Всего потребуется 500 тысяч на создание этого проекта. По сюжету в 2002 году, в 2002 году, в Вечной Митлоте обнаруживается известный вирус. Он подчинил себе морских обитателей, и теперь мутагены с помощью него проникают на землю. К концу 1957 года человечество находится на грани вымирания, выжившие и собранные в изолированных гаванях, которые контролируются фракциями с разной идеологией и отношением к вирусу. «Спасти мир» будет призван секретный проект Phoenix, который должен быть активирован, чтобы спасти человечество. Игроки будут контролировать одну из вечеринок организации, которая будет собирать лучших ученых, инженеров и солдат мира. Вскоре выяснится, что нет контакта с другими человеками. Нужно знать, что с ними случилось. Ниже представлены уже анимирные персонажи из этой игры. Они охренничают. Я очень люблю вот эту тему со всякими морскими тварями. Это сразу «Здрасте, Говард Филлипс, Лавкрафт», сразу сходу «Привет, нечто» и так далее. Вот здесь вот эти вот особенные краболюди с человеческими лицами. Да, вот эти вот женщины. Сильные образы. Видишь, что у них есть подлюбие молочных желез? Вот зачем они есть? Но они у нее есть. И I don't want to know. Вот. Ну вот «Крабачел», как это, «Чел медведа свин» здесь у нас «Крабачел». Вот. Он меня прям радует. И вообще антураж игры очень нравится. И то, как оно все подается. И вот здесь заморочились. Ну, понятно, тоже денег наверняка изначально было больше. Сняли вот это вот вступительное видео, в котором все рассказали в этом вот каком-то на корабле то ли, или в каком-то бункере. И еще и есть, что показывать, потому что игра уже год разрабатывается. И есть уже, что показывать. И так и надо для того, чтобы в этот проект должно быть что-то, кроме благих намерений. Вот. А тут нам справедливо напомнили, что NanoHuman подписался у нас пятый раз подряд. Спасибо тебе, NanoHuman. Ты клевый человек, а не наночеловек. Мне очень нравится в дополнении. Говорят, что они уже доделали тактическую боевую систему и создали искусственный интеллект. То есть я так понимаю, что им в основном сейчас оставшаяся работа – это немного допилить уже почти готовые продукты и заняться именно изданием. Как раз таки то, что требует значительных средств. Ай-яй-яй, какое, зачем, что ли, отложить? Я решил внезапно обновиться. Обновление Windows. Действительно, зачем? Собственно, игру будем ждать в 2018 году. И я бы тоже ждала бы, я тоже поиграла, потому что оригинальный искус ком мне очень нравился. И прям вот маловато игр в таком жанре. А у меня есть такая лампка этого чувака, который сейчас был на видео. Вот точно такая же. Вот видишь? И по поводу молочных желез – толерантность. Иначе же женщины начнут панику. Ни одного монстра не получился с женщиной. Что делать? А еще наверняка черные монстры будут. Ну или хотя бы черные хищные. Слушай, ну то, что из женщины получились монстры – сомнительное достижение, если честно. Обычная история. Да. Вот. Ладно. Рассказали вам про игру, в которой надо подумать. Теперь игру, в которой надо помесить врагов. И очередной у нас трейлер Injustice, который вот уже вот-вот скоренько, буквально в мае 19-го числа стартует. И нам показали местного главгада Брейниака. Одного из пантеона главных злодеев вообще Супермена. Это, если кто не знал, искусственный интеллект такой, да, вот в оболочке. И здесь нам показали геймплей из него. И он напоминает фактически доктора Осьминога из Человека-паука. Сейчас поймите, почему. То есть у него тут фактически такие же вот щупальца. Да, это особенность Брейниака. Он весь из себя такой вот механоидный. И, кстати говоря, здесь будет одна очень классная деталь, которая греет мне душу. Сейчас вот чуть-чуть покажут боевочки. Вот. Видишь, вот эти щупальцы. Просто реально как доктор Октавиус из Человека-паука. Вот. На самом деле, по сути, он ближе скорее к Альтрону, о котором тоже чуть-чуть попозже расскажем. Вот. Здесь как раз, когда у него будет спецприем, будет одна категорически классная деталь. Кстати говоря, Брейниак тоже древний персонаж. Он уже был в кино. Ну, правда, он был в третьей части оригинальных фильмов про Супермена с Кристофером Ривом, прошу прощения. Правда, там он был просто большим таким компьютером из 80-х. Мне нравится смотреть как бить Супермена. Всем нравится смотреть как бить Супермена. Супермен. Потому что, как говорится, Супермен сосед. А теперь внимание. Вот этот корабль в виде космической черепушки. Многие слышали, кто-то не слышал, может быть, краем уха, что в 90-е Тим Бёртон намеревался снимать фильм про Супермена. И, по-моему, там должен был Николас Кейдж играть. Да, главную роль должен был играть Николас Кейдж. Фильм назывался «Супермен жив». Более того, это было не просто намерение. Проект отменили за две недели до начала съемок. Была проделана колоссальная подготовительная работа. Был готов сценарий. Были макеты персонажей, монстров, техники. И, среди всего прочего, так как главным злодеем должен был стать Брейниак, его, кстати говоря, должен был сыграть Кристофер Уокин. И у него там был довольно... Да, это Николас Кейдж как раз в образе Супермена. Спасибо, что его отменили. Я когда видела это фото, мне так было больно. Это не окончательный вариант. Это примерка костюма. Все равно, даже если там сделать парик, побрить прическу, нормально. Ты посмотри на его лицо. Да пофиг. Нет, волосы они бы оставили, потому что в 90-е, напомню, Супермен в комиксах был длинноволосым, да. Настолько? Да. Я помню, что такая вот шевелюра была примерно, но вот настолько? Да, Супермен в 90-х был прям с пышной длинной шевелюрой, такой как металист. Я тебе не верю. Я тебе не верю. Нет, в любом случае, Николас Кейдж в роли Супермена это страшно. Я когда увидела, мне было больно. На самом деле, у Бёртона был очень классный концепт, связанный с этим. То есть Кларк Кент там должен был каждый, то есть должен был быть таким прям фриком. То есть он должен был носить там майку с Микки Масом. Вот тебе, пожалуйста. Сровник здесь короче, чем у него. Так вот, я о чем? Должен был быть Кристофер Уокен в роли Брейниака, и он должен был летать по космосу на вот этом вот корабле-черепе. И фактически эта деталь потом перекочевала много куда. То есть единственное, что нам осталось от неснятого фильма Тима Бёртона про Супермена, это корабль-черепушка Брейниака. То есть эту деталь бережно потом перенесли много куда. В комиксы, в мультфильмы и так далее. В 80-х, 90-х было популярно носить длинную шапку волос мужчин, да. Вот. Моделька Брейниака странно походит на Ермака из МК. Ну, вряд ли, вряд ли. Я тут обнаружил, что Федя и Николаса Кейдж похожи. Ты, Ольга, сейчас понял? Федя и Николаса Кейдж? Потому что Федя похож на Николаса Кейджа, да. Да не похожи, нифига. Федя похож на Николаса Кейджа и Джейка Джилленхола. Не знаю, кто такой Джек Джилленхол, но... О, храбр. То есть, тогда это не похож? Нет. Ну, похож, конечно. Ты че? Нет. Федя всегда похож на Николаса Кейджа. Чате, кто считает, что Федя похож на Николаса Кейджа? Напишите плюс в чат. Я, мне кажется, они что-то гонят. Я не вижу сходства. Даже на этом фото. Плюс похож. А вообще по жизни. Похож, да-да-да. По какого-то два человека? По жизни, по жизни. Федя похож на Николаса Кейджа и Джейка Джерин. Да вы не гоните. Ну вас. Вот, прокол-то попок. Меня понимает. Во-во-во-во, понеслось. Вон еще Исмилу или как там тебя. Тоже похож. Новичок. Я с вами, ребята. Я тоже считаю, что кто-то тут в глаза, понимаете ли, немножечко накапал себе. В глаза долбятся, как говорил мой приятель. Вон еще человек со мной согласен. Кейдж был бы топовым Федором. Ладно, в общем, еще одна новость тоже связанная с файтингами и супергероями. Миром комиксов, да. Вышел трейлер и объявлено благодатой релиза для файтинга Marvel vs. Capcom. Infinite. Собственно, игра выйдет, обещают, ее анонсировали уже в конце 16-го года. Мы можем сейчас посмотреть трейлер этого нового файтинга, в котором персонажи из вселенной Capcom могут наконец-то надрать лицо персонажам из вселенной Marvel. Или наоборот. Здесь у нас сливаются в страстном порыве Альтрон и, как его, Сигма, что ли. Я не очень в курсе из Capcom. Я вообще не совсем помню, откуда этот персонаж. Вот, и образуют такого гибрида Сигма-Альтрона. Вот. И дальше надирают всем задницы. И супергероям, и бьющимся с ними наравне. Там есть Крис Рэдфилд, опять же, со своим неизменным пиздалетом. Это, блин, смотрится глупее даже, чем Соколиный Глаз, который там тоже, кстати, есть. Потому что Бог из Асгарда, Сверхчеловек, Капитан Марвел. Ну, окей, Чун Линь, которая супер мастер единоборств. И чувак с пистолетом. Это прям топчик. Капитан Америка, как же меня бесит. Капитан Америка бесит? Меня бесит Капитан Америка, да. Ты не читала «Зимнего солдата». Зачем мне его читать, если он все равно меня бесит? Он там прям хорош. Ну, не знаю, может быть, их и как-то нормально раскрыт, как персонаж. Но мне он не нравится. Мне даже просто дизайновый костюм не нравится, и его персонаж не нравится. Ну, извините, это сороковые были. Сороковые-роковые. Так что он дитя своего времени. Нет, я не спорю. Просто это не по мне. Нынче могли лепить название «Интернайт», куда попало. Ты понял, что действие идет, как в «Ари Альтрон», максимум недель. Може мой, там даже енот есть. Да, там есть ракета, которая будет тусить с Мегаменом чуть-чуть. В общем, игроки еще смогут оформить предварительный заказ. Все, кто оформил предзаказ бонусом, получат премиумные костюмы. Капитан Америка слишком скучен. Ребята, вы читали плохие комиксы. Я вообще не считаю, что есть скучные персонажи. Я считаю, что есть плохие сценаристы. Ой, там еще есть коллекционные фигурки. Четыре коллекционные фигурки. Чун Линь, Тони Старк, Капитан Марвел и Мегамен. Еще шкатулка с шестью конями бесконечности, с подсветкой, как мило. Да, в общем, там камни бесконечности не совсем понятно, если учесть, что Танос рядом. Интересно, сколько это коллекционное издание будет стоить? Если нет девочки-белочки из Марвел, значит игра не ок. Да, у Марвела есть персонаж девочка-белочка. Вполне возможно, что она появится в одном из следующих фильмов. Дэдпул в комиксах шутил про то, что она грызла его орешки. Вот. Ладно, едем. В общем, все эти братья будут болеть за Чун Линь, я поняла. И за Енота. Енота лучший. Чун Линь, девушка с самыми мощными ногами в видеоиграх. Так. Так-так-так. Так-так, что у нас? А дальше у нас корпоративные новости. Mail.ru Group объявила о создании подразделения под названием Mail.ru Games Ventures. Это фонд, финансирующий различные проекты в области разработки видеоигр. И в течение ближайших двух лет компания планирует выделить на это сотню миллионов долларов. Получить финансирование смогут не только сформировавшиеся студии издательства, но и молодые специалисты. Создатели видеоигр смогут рассчитывать на Mail.ru Group как на издателя и задействовать имеющиеся у компании ресурсы. Борис Добродеев, генеральный директор российского подразделения Mail.ru Group, вот что заявил. Игровое направление – одно из приоритетных для группы. Создание Mail.ru Games Ventures – логичный шаг в развитии бизнеса, и он позволит существенно нарастить потенциал компаний в этом направлении. Помимо этого, Mail.ru предлагает разработчикам поддержку в области маркетинга и аналитики, а также другую помощь. Mail.ru Games Ventures будет находить и развивать международные перспективные разработки в игровой индустрии, а также содействовать экспансии локальных продуктов на мировой рынок. Мы будем не только предлагать командам финансовую помощь, но и оказывать необходимую помощь в развитии. Вот, если что, там есть ссылочка на фонд, и круто, блин, наконец-то корпорация зла действительно сделает что-то полезное и хорошее, потому что, извините, если наша индустрия не нуждается в какой-то серьезной финансовой помощи, то я Майя Плесецкая. Ну, видишь, реакция чата какая, все реагируют на Mail.ru, нет, 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 пожалуйста, нет, все, отписка, ничего не хотим знать. Да, это корпорация зла, но у них полно денег, ребят, у них реально полно денег. Да, Mail.ru, это как электроникарс, только дороже и без баланса. Да, да, с этим не подходишь. Ребят, блин, у них есть собственное футбольное поле. Я тоже сейчас об этом подумала, я вот сижу и думаю, блин, у них есть спортзал. И собственный каток в здании. И напротив спортзала такой очень красивый в тропическом стиле оформленный бар с фреш-коктейлями. Это, блин, да, это действительно крупнейшая корпорация в РФ, вот в такой околомедиа сфере. Ну, блин, хоть какой-то толк, хоть какой-то толк их будет, кроме Скайфорджа и что они там еще делают. Еще больше, нет, фишка в том, что это будет направлено именно на отечественный рынок. Наконец-то, блин, может быть, может быть, у нас появятся нормальные, одиночные, пожалуйста, проекты, хотя бы категории Б. Я не говорю про ААА, это уж, сорян, бывает, но хотя бы нормальный рынок одиночных проектов. У нас одиночных вообще нет. Они корпорация зла, у них все плохо, мне все не нравится, ну, может быть, они помогут. Они корпорация зла, но у них много денег, и они собираются вкладывать их в игровую индустрию. Это ли не круто? Вот. Ты хотел... Да, у них уборщица получает больше вас, наверное. Возможно, я не спорю. Вот и получим переиздание Zero Tolerance. Да. Вот и получим переиздание Zero Tolerance, говорит Дима. Не смесите нас только новостей и упростить, собственно, всем задачу. Так, давай. Да, состоялся релиз приключения What Reminds of Edith Finch. Наконец-то, да, разработчики объявили о выходе игры и представили релизный трейлер. Напоминаем, в игре игроки возьмут на тебя роль Эдит Финч. Попытается девушка узнать, почему она осталась единственной представительницей своего рода. Придется исследовать фамильный особняк в роли каждого члена семьи и пережить день, неминуемо заканчивающей, видимо, смертью героини, я так понимаю, учитывая, что игра называется, что напоминает об Эдит. Ну, там есть совсем так. Ты уже играл в нее? Нет. Я же игровой журналист. Я же, блин, должен рассказывать об играх, которые не играл и не играю. Я могу сказать, что это вот... Она по духу очень похожа на The Vanishing of Этан Картер, по-моему, по первым кадрам. Я вот по первому кадру, который именно не в трейлере, а вот в начале, вообще она мне напомнила Among the Sleep чем-то вот, ну, не знаю, по графике, по свету, что-то есть. Она скажет, что выглядит очень привлекательно, я вот уже хочу в нее играть. Я как-то пропустила объявление о ее выходе и сейчас такая сижу и думаю, блин, надо будет поиграть в ближайшее время. Там как бы предстоит вообще, ты будешь проживать жизни своих родственников и, видимо, не только о них, вон там можно было быть котейкой. И фишка в том, что каждая из них умирает. Котейка, да и МСМИ. Кстати, отличная новость, у игры есть русский перевод в стиме, это прям плюс-плюс-плюс, спасибо разрабам, что не забывают о российских игроках. Значит, да, ну, поиграть в ближайшее время, мне уже интересно. Вот, то есть там действительно предстоит интересный опыт переживания чужой смерти. Но при этом это не хоррор, это не триллер, это скорее такая притча. Там сами разработчики пишут в описание, что это типа игра о мимолетности бытия. Вот так вот, и незначительность человеческой жизни по вселенских масштабам. Это всегда, всегда такая. Что это такое? А, да, да. Споры все еще ведутся про Mail.ru. Акстер Зимон. Демон. Это не мне, это там споры между собой. Лей, попроси стрим, где ты игруха. Я уже об этом думаю, но я не знаю, что у нас тут с расписанием на неделе. Ну, оно уже довольно такое, плотно нажористое. По-моему, на пятницу еще не... Ладно, посмотрим. Вот. Мы все умрем когда-нибудь. Чертовски правильно, Рикардо. Это мемента море, как говорится. Вот. Мему, мему, летность бытия. Прекрасно. А дальше новость, ну, такая не очень, на самом деле. Если вы ждали дополнения для седьмого резидента, как раз для жуткой игры. Resident Evil 7 No Hero, то есть не герой, в котором нам наконец-то бы объяснили, что за хрень там произошла с Крисом Рэдфилдом. Какого черта он оказался там, где оказался. И он ли это вообще. А вообще, оно не выйдет этой весной. Это печально. Его пока перенесли. Но перенесли, надо сказать, красиво. То есть истинный японский подход чувствуется во всем. Разработчики, конкретно директор игры и продюсер игры, прям на видео, вначале низенько по-японски поклонились, представились. И потом, с сожалению, пояснили, что вот, к сожалению, вот, извините, пожалуйста, нас. Мы вынуждены сообщить неприятное известие, что мы должны перенести выход дополнения. При том, что дополнение бесплатное. То есть халява. То есть они говорят, ребята, извините, пожалуйста, но халяву мы вам дадим попозже. Да, и причина, причина просто очаровательна. Они утверждают, что были удивлены очень теплым приемом седьмой части. То, что действительно она там получила много где высшие баллы и вообще продалась отлично. И поэтому они решили, что им нужно допеределать дополнение, чтобы оно соответствовало высоким заявленным стандартам. То есть не потому, что у них какие-то там технические косяки, а потому что они посмотрели и с истинно японским перфекционизмом решили, что это недостаточно идеально для наших игроков. Ну ты сам понимаешь, что может быть там действительно проблема их технической составляющей, но, как бы сказали, очень весело и аккуратно. На самом деле насчет японского перфекционизма я не устану вспоминать про Square Enix, которые несколько раз переносили 15-й Final Fantasy, чтобы обойтись без патча первого дня. Но патч первого дня был в итоге гигабайт на 16 лет. Это кланится в конце каждого эфира. Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что вы нас смотрели. Орегон! А в клавиатуру. Да. Вот. Если у японца болит шея, как он извинится? Вот. Но в любом случае, вот пока-пока перенесено на неопределенный срок. Вот. Ну, где-то, где-то, где-то в конце, может быть, весны, где-то так. Вот. И плюс еще одно DLC будет, и о нем, скорее всего, Capcom расскажут на Е3. Да, в ближайшем своем сайте. Вот. А по слухам, создатели Alien Isolation работают под новой игрой по-чужому. Студия Creative Assembly не собирается прощаться со вселенной Чужого. Поступила информация, что они создают новую игру про ксеноморфа. Источники утверждают, что работа над проектом началась вскоре после завершения разработки Halo Wars 3. Но следующая игра совсем не обязательно будет прямым продолжением Alien Isolation. Напомним, что игра вышла в октябре 2014 года. Ее встретили с большой теплотой и поставили санку 8,5 баллов. Ну, это же было, потому что начнем с того, что это вообще лучшая игра по чужим гасториям. По факту. Равных не было и нет. Ну, может быть, спор Alien vs Predator 2. Окей. Тем не менее, вот именно в отношении классических чужих... Чужие губы и тебя восклик. Да. В отношении классических чужих это прям лучшая тема. К тому же она признана каноном. К тому же она рассказывает про судьбу дочь той самой Рипли. Эллен Рипли. А в данном случае про Аманду Рипли. Это просто охренительная игра. И еще, наверное, больше ей на пользу сыграло то, что она вышла после Aliens Colonial Marines. Контраст был невероятнейший просто. И можно даже в чем-то заявлять, что Alien Isolation возродила как таковые survival-хорроры. Большому счету, потому что если бы не было Alien Isolation, во многом, наверное, не было бы как раз Resident Evil 7 в том виде, в каком мы ее знаем. Потому что она как раз совместила вот эти классические убегалки, уже привычные нам в духе Амнезии и Аутласта, с экшеном. Но при этом экшеном, который не утягивает на себя внимание. Который не Doom 3, блин, не прийди Господь. Подожди. Ты сказала, что она возродила? Но ведь и Аутласт, и Амнезия была до этого. Я не считаю Аутласта и Амнезии с сурвайвл-хоррорами. Это просто хорроры. Сурвайвл-хоррор подразумевает то, что от тебя что-то требуется, чтобы выживать. Например, экономить патроны, собирать лечилки и так далее. В Аутласте, я повторюсь, там... Ну да, там просто прячешься. Да, это аттракцион. А тут все-таки, да. Тем более с ксеноморфом, который самая умная зверюга, может быть, даже на сегодняшний день в видеоиграх. Кстати, да, если хотите почитать вообще про проявление чужого в фильмах и играх, у нас на сайте есть отдельная статья по этому поводу. Она краски в конце этой новости представлена. Да, я ее редачил долгие упорно. Кстати, приобретайте свежий выпуск Игромании. Как раз он только что мелькал на экране. Там гораздо более полная, развернутая версия этой статьи. Прям здоровенная вообще про то, как развивалась, расширялась вселенная в чужих фильмах и в играх. Так что да. Так. Следующая новость у нас про... Симуляторы... Да. Frontier Developments объявила, что симуляторы Planet Coaster и Elite Dangerous выйдут на дисках в этом году. Если есть еще кто-то, кто покупает диски. PC-версия стратегии про парк развлечений появится на полках магазинов 23 мая. А вот точная дата выхода Elite Dangerous Legendary Edition на PS4 и Xbox One пока не называется. Elite Dangerous Legendary Edition помимо основной игры включает тысячу очков внутриигровой валюты и расширение Horizons. Оно добавляет в Elite Dangerous множество новых функций, приземление на поверхность планет, использование наземных транспортных средств, кооператив и систему крафта. Отметим, что цифровая версия космического симулятора пока не доступна в сервисе PS Store. По словам разработчиков, она поступит в продажу во втором квартале. Мне это интересно, когда разработчики начнут уже все-таки полноправно отказываться от выпуска игр на дисках, ну то есть для ПК. Я уже верил, ну блин, в любой 1С зайти, ты увидишь там наравне с дисками там будут просто вот эти вешалочки, на которых картоночки с ключами. Нет, ну вот серьезно, вот уже у многих людей уже дома даже просто нет привода для диска, просто все уже про это забывают. Ну слушай, смотри, существует же, несмотря на то, что есть онлайн кинотеатры официальные, мы не говорим про кучу пиратских сайтов, есть онлайн кинотеатры официальные, и тем не менее все равно люди приобретают до сих пор Blu-ray диски с фильмами, с новыми, со старыми, неважно. Это, понимаешь, есть магия коробочки. Нет, смотри, это можно объяснить. Во-первых, да, во-первых, большее качество, чем ты получишь сети в любом случае. Во-вторых, не всегда у человека есть возможность, знаешь, дождаться скачивания или чего-то еще, стабильный интернет. Это так же, как кто-то покупает наши диски. Не совсем, и опять же, да-да-да, и... Вот, люблю диски на полочке ставить, вот она тебе. Ну для этого есть коллекционные издания, то есть мне кажется, что скоро диски останутся реально превратив уже только коллекционных изданий. Вот для краски любителей коробочек, став и прочего, там все это красиво поставить. То есть вот, как некий такой атовизм, они, возможно, будут там. Но вот именно отдельно, просто чисто дисковое издание, не понимаю, а с фильмами, не понимаю, что у них намного шире аудитория. И это не только там, не знаю, молодое поколение, это там все-таки люди там более старшего поколения и возрасте, и им не хочется заморачиваться. Они взяли, купили, поставили, воткнули, все. Ну, кому-то говорю, кто-то вот, у кого-то есть вот полочка с дисками. Я, например, приведу пример. Я часто читаю, да, комиксы всякие какие-то, которые проблемно достать, сложно достать. Тем не менее, у меня есть полка, уже прилично заставленная томиками, перед которой мне просто нравится медитировать, потому что все там четенько, все по порядку. Кто-то там расставляет по алфавиту, кто-то по цветовой палитре и так далее. Это фетиш. Это все-таки... Ну, это уже, видишь, это тоже другой момент. Это издание комиксов, особенно если говорим про хардбуки. Это фактически как хардбуки. Ты его поставил, это тот же коллекционный момент, ты его смотришь, и тоже можно перелистать. Ну, не знаю, просто с коробочкой для диска. Кому-то с дисками тоже. Ой, я не знаю, синдром бабушки. Это вообще в народе это называется как раз плюшкин. Да. Вот. А следующий у нас материал про мнение игроков о втором власте. Собственно, игра вышла уже вчера. Мы вчера даже в нее уже немного поиграли. И тысячи игроков уже делятся своими мнениями об игре. Можно посмотреть, собственно, высказывания игроков. Я так смотрю. Пролистала я материал, в основном все высказывания положительные. Говорят, что страшно. Десять-десяти деревенщин начали строить дачу. Если у вас проблемы с тем, что было, в общем, там, в общем, проблемы внизу, все это решится. Поможете целебно. Просто здесь будет действие. Вы облегчитесь. И вам не будет никаких проблем. Все вас отпустится. И никаких кирпичей. Счастлив тот, кто рано поутру сходил на двор без принуждения. Говорят, что всем пугает. Но вот вчера мы с Аней играли. Могу отметить мнение себя и такое боинственное мнение Ани. Про себя могу сказать, что игра прикольная, страшная. Мне было действительно страшно. Она напряженная. Да, но первая часть была лучше. Она была как-то продуманной. Она была атмосфернее. Она была как-то, ну, не знаю, более слаженно сделанной. Здесь есть ключевая загвоздка. Это болезнь сиквела. Это всегда болезнь сиквела. Если первая часть была в какой-либо степени феноменом, во второй надо что-то сделать всенепременно. И фишка в том, что чаще всего самый соблазнительный рецепт это тех же щей да гущелей. Идти в масштабы. В данном случае разработчики пошли в масштабы. Тебе дают псевдо открытое пространство. Больше врагов, которые за тобой гонятся. Собственно, просто больше локаций. И тем не менее. То есть идет речь о масштабе, нежели о детальности. Вот. Поэтому и может быть продуманности. Может быть в какой-то степени баланса. Собственно, вот может сказать, этот материал является неким ответом на нашу рецензию. В ней оценку поставили пласту 6,5. Вчера очень многие зрители спорили, насколько вообще эта оценка справедливая. Нет, мне кажется, все-таки я поставила больше. Ну, как минимум, в семерочку точно. Потому что все-таки 6,5 это как-то совсем, на мой взгляд, занизили. Скажем так. Может, даже 7,5, если честно. Понимаешь? Наверное, 7,5 я поставила бы. Из-за того, что я увидела. Понимаешь? Оценки во многом, это вещь субъективная и основывается, знаешь, на личном опыте. Если ты где-то застрял, вот реально конкретно застрял из-за реально слабого геймдизайна, из-за непродуманного баланса и так далее, это изрядно портит твои впечатления. Дальше уже ты можешь идти без проблем, но осадочек ты остался. Ну, автор любой. Автор – это живой человек, у которого свои персональные впечатления от игры. Я почему всегда и настаиваю, то, что, ребят, в каждом конкретном случае это мнение автора. Редакция, и это этический момент, не исправляет авторскую оценку без предварительной консультации с самим автором. Это каждый раз персональное мнение, которое мы предоставляем на ваш суд или не предоставляем на ваш суд. То есть, которое мы можем считать как бы выражением какого-то общего редакторского настроя или нет. Но это не означает, что это прям какое-то коллегиальное решение. Это реально каждый раз индивидуально все. Вот я и говорю, что тут можно посмотреть, что выложено примерно десятка-два, может быть, неполных два десятка отзывов от игроков. И из них я вижу только вот один негативный. И там парочка, в которых высказываются сомнения, что, в общем, это хорошо, неплохо, но что-то там вот не хватает. В принципе, я могу понять и тех, кто высказывает критику, могу понять тех, кто высказывается исключительно положительно. То есть, игра понравилась, игра хорошая. Но сравнивая с первой частью все-таки чувствуется, что чего-то не доработали, не изменили, не додобавили. Что ты пытаешься вспомнить? Мне пробудили воспоминания. Автор мертв. Я пытаюсь вспомнить, чья это работа. Автор. Вы уж напишите сразу в чате, не мучайте, пожалуйста, Диму. Нет, нет, нет. Сейчас. Мне интересно, как бы, ну, наперегонки, я сам вспомню или... Так. Они продолжают писать автор мертв. Сейчас, сейчас, сейчас. Могу пока прочитать цитату из нашей реценции. Приятный псевдо-страшный симулятор погони для взрослых. Со своими фишками, мерзостями, увлекательным сюжетом и бесконечными попытками улизнуть от небываемых монстров. К сожалению, на один раз. Не, ну, и первую, а в Ласту Пепера проходить, на мой взгляд, смысла нет. У игры как-то нет реиграбельности. Но по псевдо-страшной, я вот, знаешь, я уже прям чувствую боль автора. То есть, Аня рассказывала, что он очень много раз умирал, что он много очень раз умирал на одном моменте. Даже тот момент, который я вчера, концерт-стрема прошла, я его прошла, по-моему, ну, можно сказать, с полуторной попытки. То есть, в одном моменте я специально нарочно умерла, ну, почти нарочно умерла. В другом моменте я просто так прошла, знаешь, на изи со словами «А, сейчас, короче, по фасту сделаю». И мне давно действительно сделала. Аня сама удивилась, как так? Он же здесь сейчас сразу умирал. Ну, если, правда, человек много раз наступал на одни и те же корабли, не удивляюсь, что там вызывало какое-то некое раздражение. Так. Funny Wanderers. Да, Барт. Да, Барт. Yes. Какое семь или шесть половины, говори ты прямо, что дерьмо. Нет, игра не дерьмо. Игра хорошая. Нормальный, вполне себе хороший хоррор. Она не служит каким-то, она не служит каким-то, не знаю, откровениям. Она не приносит ничего нового. У нее есть свои, там, не знаю, плюсы. У нее, там, не знаю, приятная графика, страшное звуковое сопровождение. Она действительно держит игрока в напряжении в любом случае. Даже если игрок не пугается, он хотя бы, не знаю, это бесит, раздражается. Игра непростая. У нее есть проблемы, то, что там, не знаю, геймплей достаточно однообразный. Да, один момент. Второй момент, то, что мало игроку дает времени, собственно, осмотреться на то, что происходит. То есть игрока вечно подгоняют, 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 подгоняют. И я думаю, многие игроки смогут пройти игру и даже не понять, что вообще рядом происходило, потому что они просто бежать, 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 бежать вечно в этом суетенном состоянии. И третье, что лично мне не понравилось, вот когда серьезно вырубается, камера, особенно, когда ты в поле находишься, но там реально ни черта не видишь. Даже не то, что какие-то серые чертания. То есть у нас был пара раз момент, когда выключалась камера, и просто ты вроде как в чистом поле, но на самом деле в каком-то коридоре, лабиринте, тыкаешься в невидимую стенку и пытаешься просто на ощупь плыть. И это немножечко, ну, может быть, это и реалистично, но для игры не очень подходит. Сделали хотя бы небольшую, чуть-чуть, вот серую подсветку, чтобы как-то можно было жить, чтобы там реально была чернота чернотой. И вот прям это, вы смотришь на этот черный экран, думаешь, ну, зачем? Ну, зачем это? Да, до тех пор 6,5 это плохая оценка. 6,5 значит, это неплохо. Именно так. Она именно средненькая. Кстати, вот говорят, что кто-то типа от Resident Evil 7 наверняка у вас автор штаны наложил. На самом деле Resident Evil 7 нас рецензировала Илона Швец, и могу сказать уже вот по прошествии уже там нескольких месяцев с момента релиза, уже когда все, оценка выставлена, оценка была повышена под именно всеобщим таким давлением, не редакторским, а тем, что игру реально захвалили в прессе, Илона во многом не понимала за что, потому что она совершенно бесилась от финала игры, от того, что, начиная с побегушек по кораблю и вплоть до финального твиста сюжетного, она прям ей очень не нравилась обилие клише, мне очень не нравилась затянутость и так далее. Оценка получилась выше, чем планировалось изначально. Так что вот так. Говорят, что даже в Минзии можно было нормально без фуналя ходить. Это я тоже считаю, что все-таки в таких играх, которые, знаешь, опираются на свет, я думаю, какая-то маленькая возможность, то есть плохо с проблемами, с трудностями, но должна быть пройти как-то без света, чтобы это совсем не стопориться в этом моменте. Серьезно, мне кажется, мы там, мне кажется, минут 10 сидели в этом коридоре. Ладно, пойдем дальше. Давай дальше. Дальше у нас, пардон, да, я затормозил. Печальные новости для всех тех, кто ожидал по какой-то причине Final Fantasy VII ремейк в этом году, к сожалению, этого не будет, потому что заглянет она к нам только через год ровно в апреле 2018 года. пока что известно, что она будет в следующем финансовом году. Напомню, что текущий финансовый год продолжается как раз по 31 марта 2018 года, то есть от апреля и выше стоит ждать как раз-таки релиз этих проектов. Помимо этого, сообщил, что примерно тогда же будет где-нибудь Kingdom Hearts 3, тогда же будет пока еще загадочная игра по Marvel от Square Enix, которую они такие тизернули не так давно. Вот. Ну и целый ряд вот проектов прочего качества. Вот. Самый громкий среди них это все-таки да, вот 7 файнал фэнтези, Marvel и вот Kingdom Hearts. Вот. Так что такие новостишечки. А в сети появился полчаса геймплея The Elder Scrolls Online Лайн Моровинд. Короче, Тесса. Просто Тесса. Издание Polygon опубликовало полчасовое видео, где показан игровой процесс дополнения Моровинд. Само дополнение выйдет на PS4, Xbox One и ПК только 6 июня. Моровинд принесет игроков в Вандерфелл. В ролике мы увидим путешествие персонажа от городка Вивик до Балморы. История в Моровинде будет проходить за 700 лет до событий собственно игры Моровинд третьей части. Дополнение добавит в игру новые локации с квестами, а также новые предметы и класс Варден. Знаешь, с выходом этого дополнения у меня все-таки появилась мысль попробовать поиграть в Тесса. На это и упор. На это да. На самом-то деле это дополнение тоже большая попытка снова привлечь внимание к Тессу онлайн. Я помню, что у нее был очень слабый запуск. В том плане, что из нее прям повалили игроки толпой вскоре после релиза. Вот. Но тем не менее проект до сих пор жив и у него даже есть защитники. Как-то звучится вообще нерадостно. Ну, честно, я у меня слишком... Особенно защитники. Да, да, да. Не знаю, может там можно сыграть за человеком вели. Вот. Я просто слишком хорошо помню первые отзывы, разгромные во многом, то есть на Тесс онлайн. Может быть, может быть, я допускаю, такая ситуация за годы кардинально изменилась, и тем более дополнение про всеми любимый, несколькими поколениями любимый Морровинд должна хоть кого-то порадовать. Посмотрим. Во всяком случае, оно действительно глобальное. Я помню, какой у него был роскошный синематик. Вообще синематики у Тесс онлайн роскошные. Знаешь, эта игра к себе меня привлекает пожалуй, исключительно графической составляющей своими артами, экранами загрузки, роликами, потому что смотришь, думаешь, как-то потрясающе сделано. И вот не знаю, если у него и хочется играть в настоящий момент, мне кажется, знаешь, как в виде экскурсии собственно по миру древних свитков. То есть хочешь зайти, пройти посмотреть на локацию, как это все выглядит, и наверное не закрыть, в общем-то и оставить тебя в покое. То есть просто как-то прогуляться по единому миру. Я просто никогда не читал мифологию Делго Стролдс сколько-нибудь оригинальный. Ну то есть это такое очень усредненное на мой взгляд фэнтези, которое черпает вдохновение из многих других произведений. Я, например, не забуду, что в Скайриме дофигища отсылок к Мартину, например, и прочим. То есть я никогда не был заинтересован именно в этом мире. Он какой-то не такой выразительный, как мир Азерота. То есть он не такой Извини, пожалуйста, вот если ты уж говоришь на тему того, что по-твоему в ТЭС очень много отсылок к другим я не знаю сеттингам, играм, вселенным, извини, пожалуйста, при всей моей любви конечно к Варкрафту, но Ёшкин Кот, он просто кусочками, это как большое лоскутное одеяло, они сделали здесь кусок отвахи, здесь кусок атакоми, фоловки, здесь кусок атакоми, фоловки, сшили это все белыми нитками, красиво оформили, присыпали блестками Варкрафт. Серьезно, там совершенно не самобытный мир. Он ощущается, понимаешь, там есть свой дух, который, например, передали... Да, 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 там есть своя атмосфера, я поспорю, но тем не менее, то есть как бы говорит о том, что вот, ну, боже мой. В Драгонейджи есть своя тоже атмосфера, тоже во многом заимствованная, построенная на чужих, тем не менее. Ну, нет, серьезно, если уж сравнивать Тесс, если сравнивать Тесс и Вов, то вот Вове заимствование, прямых заимствований, просто там, я не знаю, цитат, просто вот под копирку, просто вот взяли, копипаст, знаешь, взяли-ставили, взяли-ставили. И причем, знаешь, мне кажется, в первую очередь, что спасает Близзард от всего этого, то, что они делают, ты знаешь, с юмором, вот они обычно ко всему этому добавляют какую-то определенную вот именно свою вот такую лайтовую атмосферу, добавляют много шутечек, и все это как-то выглядит именно, знаешь, они не очень до себя серьезно подают, то есть, если даже говорить особенно о каких-то прямых заимствованиях, то есть, все это как-то, знаешь, обыгрывается и местами похоже на какой-то такой, знаешь, веселенький шарс, что ли. Ну, да. Да, но, ё-моё, это реально как яркое, лоскутное одеяло. В Тессе, если там действительно там есть вещи, которые вдохновлены там другими книгами, другими там фэнтези-вселенными, но, а как-то все-таки более, не знаю, серьезно оформлено и подано и более переработано, то есть, то, что вот, а мы здесь ставили, типа, бжух, бжух, магия, там все-таки, как-то, знаешь, больше вещи, которые сделаны под впечатлением, но не тупо, скопивающие, и все-таки более, вписаны в сам мир. Он, на мой взгляд, выглядит намного более свободным. Толкин сейчас крутится, как вентилятор. Что? Чего ты защищаешь? Лето не фанатой, того ни другого, чего пошел? Ты знаешь, куда? Я, вообще-то, очень большая поклонница вселенной Варкрафта, и я не сам, я не фанатею слишком о Тессе, мне она очень нравится, мне она интересна, да, я не большая фанатка Тесса, но, если ты хочешь, чтобы сказать, что я не поклонница Варкрафта, Вовы, этой вселенной, иди, пожалуйста, вот. Я просто говорю определенных, я знаю этот мир, я знаю его хорошо, я знаю, я знаю, когда играю в Вов, я смотрю, блин, это отсюда, и это отсюда, и это отсюда, и это отсюда, это мы здесь видели. Я прекрасно знаю, что там и откуда, взято в количестве, в количестве, в количестве, в количестве, но, это просто факт. Небеси меня. Небеси меня. Вот. А между тем, между тем, тут появилась дата нового дополнения для НИР-Автомата, 2 мая. Собственно, в чем тут главная фишка? Фишка в том, что нам предложат сыграть за Туби в Ниглиже. Если вы откладывали до сих, до пор прохождения НИР-Автомата, то, в общем, в целом, правильно делали, потому что теперь вам не обязательно ограничиваться только костюмом французской горничной. Теперь, йоу, на Киборге будет вот такой вот пеньюар. А это разве не из предыдущей части? Возможно. Единственные слова забыли. Да. Как вообще при этом можно будет играть, я слабо представляю. То есть я сейчас прохожу байонету. Ты сейчас уже заговариваешься. Да. Такой, а, что, где, что, играть? Я уже, я прохожу байонету, и там как бы она во время каждой комбо-атаки почти что обнажается, потому что у нее уже одежда состоит из волос, вот, и атаки тоже выполняются волосами. Вот, и она остается в таком микро-бикини. Но и то это не настолько гиперсексуализировано, как вот такая героиня. Да. Так что вот так. Если кто-то заинтересован, если кто-то может так играть, то ждите. Вот, 17 марта появилось в сервисе Steam как раз Мир Автомата. К началу апреля количество проданных копий достигло отметки в миллион. Что, в общем и целом, неудивительно. Ты ведь помнишь, что у них была отдельная технология, которая отвечала за то, как влага сохнет на героине? Да, помню, видела. Да. Не хочешь прочитать следующую новость? Так что такие пироги. Да, не вопрос, потому что как раз-таки бравые японцы рассказали еще немножечко про свои извращения. На этот раз не по обнаженке, а по всякой крепоте. Тут стало известно название игры, которую как раз недавно тизерила студия Nippon Ichis Yamawari. Жутковатым панорамным роликом. Кстати, да, действительно. Все почему-то забыли про использование панорамных роликов на YouTube. А вот японцы помнят. Ролик, кстати, действительно был крипом. Но там все довольно привычно было, да. Японское кладбище, стремная маленькая девочка. Ну, это вчера пока было. Да, вот. Вчера было. Вот. Вот теперь, собственно, выяснили, а что же таким образом рекламировалось. И это будет сиквел ужастика 2015 года Yamawari Night Alone. Называться он будет Shin Yamawari. Выйдет на PS4 и PS Vita 24 августа. К сожалению, релиз на ПК не запланирован, хотя первая часть там была. Пока речь идет только о японском релизе. На Западе выйдет, не видит, пока не ясно. Известно лишь, что игровой мир будет в два раза больше, чем в первой части, а игра получит некое особое издание. Концепция блуждания во тьме с фонариком в руке должна сохраниться в новой части. Если ты, кстати, слышала про первую часть, ты с ней знакома? Yamawari. Я поэтому отдала тебе это новое, что я смотрю на название этой игры, думаю, как это вообще читается, а? Мне не незнакомо. Поясню. В 2015 году действительно вышла такая очень небольшая игрушка, в которой... Yamawari. Yamawari, да. Yamawari. В которой сочетается несочетаемая. С одной стороны, это такая изометрическая игрушечка, где главная героиня, маленькая девочка с большим красным бантом на голове. С другой стороны, это гребаный Silent Hill. Натурально. Она там застревает в каком-то криповом городе ночных кошмаров, а где отовсюду лезут всякие твари навеянные, то японской мифологии, то просто их больными фантазиями, то наркотиками, я уж не знаю. И ей от них нужно как-то спасаться. Вот именно вот эта игра на контрасте, с одной стороны, типа такой около детский визуальный ряд, около мультяшный, вот этот абсурдный смешной красный бант, и с другой вот полнейшая срань, которая творится вокруг. Так что продолжение, это прикольно. Жалко, что на ПК ее не будет. Да. Следующая новость прям очень забавная. Не знаю, с одной стороны, и смех, и слезы. Российские высказывания в Overwatch стоили киберспортсмену карьеры. В ролике показано, как игрок Мэтт Вон вышел из себя после того, как его убил соперник. Он повторял в микрофон слово «Нига-нига-нига-нига-нига» более полуминуты. Руководство команды Торонто Еспортс приняло решение уволить Вона и принесло извинение. Официальные извинения. Ты знаешь, и первый раз ты хочешь спросить, что? То есть я не знаю, если он просто повторял слово «нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига. Неужели это вот уже, это уже повод? Ты хочешь, чтобы тебя уволили, да-да-да? Сейчас уволен будешь, да? Да, ну фишка в чем? Там надо слышать. Он говорил не совсем «нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига-нига- Типа такой, э-э, чувак, а ниггер, это типа как там, а типа там, ты чёрный, что там, чёрный плохой, в общем. Да, вот ниггер, это прям, это вспоминается сразу, типа, кадры из фильма «Солдаты неудачи», где этим словом нас равняли с землёй. Слушай, ну всё равно я каждый раз от этого очень удивляюсь, потому что если бы он ещё повторял при этом, что там типа, ах ты там, ниггер, и дальше пошли, знаешь, такие там прилагательные пояснения, чем этот конкретный ниггер плохой, а так просто, ну, знаешь, для российского человека, на мой взгляд, это просто дико, потому что у нас никакой проблемы нет, мы можем спокойно сказать. Типа Хогана, знаменитого, легендарного рестлера, одного из самых, ну, знаешь, вот этот дядька с усами, да, его исключили из зала славы рестлинга, именно из-за скандала, когда он молодого человека своей дочери назвал ниггером. Меня вот это поражает, сейчас будет представить тебя негрой, но и раз, и ниггерой. Вот да, как ты говорю, хорошо. Нет, негро, негро, это одно, это фактика, окей, там, хотя с этим тоже, а вот ниггер, ниггер. Вообще, ребята, давайте просто порадуемся, что у нас в России нет таких проблем. У нас есть хачки. Ну, знаешь, даже если у нас, вот не знаю, там, вот если ты используешь это слово, вряд ли звонок будет кого-то увольнять. Ну да. Ну, это тоже не очень хорошо, но, во-первых, это, знаешь, это сложный перепут, то есть, не знаю, там, не знаю, там, там, кавказцы, как, как, кавказец, армянин и так далее, там, если есть какие-то национальности, да, конечно, то есть, как бы, слово хачек от них далеко, они говорят, ниггер, ниггер, нега, это вот, просто, знаешь, синоним одного слова, прям, вообще, уже какой-то бред. Ну, и как-то, не знаю, все-таки, спасибо, что к этому лучше относишься, что нет такой какой-то бешеной, для России по-другому просто не скажешь. И вот, просто, вот, что? Ну, да. Ну, там, повторюсь, нам это не понять, у нас этого не было. У меня, знаешь, у меня, на самом деле, как это, по-другому, пару раз на стриме было, тоже, что, стрим был, какие-то иностранцы ко мне на нас забегают, тоже, через пару моментов я говорила слово ниггер. Они спрашивали, типа, мол, типа, одни грубые, я говорю, нет, чувак, у нас в России вообще за этим все окей. У нас просто нет ниггеров. Между тем, канал Дениса, Вилов Геймс, за репортили, за банили, когда он играл в мафию, за гневовавшись под неграми. Ой, это тоже вообще бред, ребята, я вам расскажу сейчас об этом. Вот, сейчас, не знаю, слышали ли мне то, что сказала сейчас Дима за кадром, говорят, что банили, репортили канал Дениса Коробкова Вилов Геймс за то, что он проходил мафию, за гневовавшись под негра. И, внимание, есть такая, еще вот, среди косплея тоже очень больная тема, что, ну, как бы, косплей персонажей различных рас. Бывал случаи, когда косплееры делают, ну, там, азиаты делают, там, русских, русские делают азиатов, азиаты пытаются делать, у чего, африканцы пытаются делать азиатов. Были такие случаи, не знаю, ты, может быть, видел, Селлар Мун ААА, как говорится, афроамерикан, знаешь, как Барби АА, то есть Селлар Мун ААА, да, то есть бывают такие варианты. Но бывают случаи, как бы, когда приходится, ну, европейцам или азиатам делать мулатов или тоже делать представительный негроидный раз, вот, то есть, там, наносить грим под темную кожу. И в некоторых компаниях, в некоторых штатах, в некоторых сообществах пытались до этого нажать на косплееров, что, мол, типа, вот этот вот термин «блэк фэйс» у них есть, который тоже считается оскорбителем, что нельзя наносить белому человеку на лицо грим под черного человека. Это считается, типа, вот, ну, как, знаешь, раньше такое использовалось в 30-х, 40-х годах, когда черный не мог сниматься в кино. Да, не могли играть, поэтому там сделали такой, знаешь, показушный грим, прям такой очень контрастно-резкий. И это, в общем, считается пережитком, то есть, как бы, нет, нет, вот этот «блэк фэйс» — это нельзя, это запрещено, это все, это мы забаним, заблокируем. Человек не может посещать фестивали, там не может, там, не знаю, какой-то въезжать, все, короче, баны-баны-баны. При этом, внимание, никто не запрещает, африканцам, я уж не знаю, чтобы не нарваться сейчас лишний раз, никто не запрещает делать глип от белого человека. Вот, да, тут, 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 ты знаешь, что сейчас самая угнетенная категория — это, белый гетеросексуальный атеист. Мужчина, мужчина, чип-то же, знаешь, между нами с тобой еще большая разница, то есть, понимаешь? При этом тут кто-то спросил, типа, а что делать с метисом-бисексуалом? Я тогда, уточню, метисом-бисексуалом-агностиком, вот. Так что, да. Вот просто, вот, серьезно, за таких вещей уже обомили, это уже выше. Нельзя загорать на солнце, это плагиат на негров. Да, да, да. Ладно, пойдем, пойдем дальше. Да. Так, что у нас дальше? А, у нас дальше, да, разработчики Uncharted. Натан Дрейк коллекция! Ох, что-то локализация, блин. Работает над новым проектом. Студия Bluepoint Games, известная преимущественно по переносу классических игр на современные консоли, работает над еще одним проектом. Об этом свидетельствует запись в профиле технического директора студии Питера Далтона на LinkedIn. Ох уж этот LinkedIn, сколько уже там спалилось всех. В качестве текущей он указывает работу над еще одним замечательным неанонсированным проектом, который порадует множество игроков. Вот, вдобавок на сайте студии вывешена вакансия главного инженера, которому предстоит заниматься разработкой AAA игр на современных консолях. Вот, собственно, засветилась компания тем, что, да, выпустить его Uncharted на Тан Дрейк коллекция. Вот, и Gravity Rush Remastered, которую, я слышал, была вроде бы неплохая, да? Gravity Rush Remastered. Ты только на меня смотришь, как будто бы я в нее играла, в ней играл Вася. Ну, ты слышала. Ну, там это, что-то девочка анимешная в воздухе прыгает, ну, что-то типа, как-то так. Окей. Вот. Я не поклонница как-то, не знаю, не увидела в этой игре ничего интересного для себя, я посмотрела там, кроме глаза стрим. До этого еще Bluepoint занималась переносом Metal Gear'ов, во-первых, в HD коллекцию, и ходят слухи, что вполне себе возможно речь идет о Metal Gear Solid 3. Мне нравится комментарий человека. Мой любимый игроманин, наконец-то, да, обожаю вас, наконец-то, я вас на Твиче нашел, ура, обожаю. Сложно-то, конечно, найти было, сложно было найти, ну, я поздравляю тебя с этим, что ты нашел, слышь, агромания. Вот. А, Бесядер рассказал, как ей удалось привлечь Криса Авелона к работе над Prey. В материале, посвященном будущей премьере шутера Prey, компания, даже не шутера, слушай, да, там правильно сказано, боевик, потому что все-таки игры есть, и RPG составляющая. Ну, господи, где их, сейчас нет. Ну, знаешь, там, она, кстати, неплохо, в общем-то, реализована. Стоять, я любила всплывать, так, онлайновые, а ты боевик. Да, онлайновый боевик. Онлайновый боевик! В общем, компания Бесядер рассказала о работе над сюжетом игры и о том, как к коллективу Arkhan Studios присоединился знаменитый сценарист Крис Эвелон. Это легенда. Помимо собственных сценаристов, привлекла к работе и других экспертов. Главный дизайнер Deus Ex Харри Смит обосновал существование Тифонов, а писатель Остин Гроссман объяснил, как Морган Ю возвращает потерянные воспоминания. А затем главный дизайнер и ведущий писатель Prey Рикардо Байер в самолете попусти на высовку PAX East в 2013 году познакомился с Эвелоном и пригласил его к работе. Он с радостью заклонился принять участие в работе над Prey и присоединился к команде, как только закончил работу над другим своим проектом. Он создал несколько второстепенных персонажей со сложными судьбами и дополнил историю главных героев, в частности нейробиолога Дайо Игве и главного системного инженера Екатерины Ильюшиной. Подход Криса к значимости любого действия игрока и к юмору, который обязательно времени от времени должен разряжать задавшееся напряжение, совпал с устремлениями и студиями. Как пример совместной работы, компания привела случай с развертыванием телем. Один из художников нарисовал некий примитивный прибор, который архитекторы уровня поставили на столах и в лабораториях в станции TALUS-1. При этом никто не мог сказать, что за прибор и что он делает. Его уже хотели нафиг вырезать из игры, но потом решили, что это прекрасная ситуация. На станции тоже никто не знает, для чего это, и сотрудники обсуждают это в диалогах и переписке. То, что придумал Крис Авелон о непринятном приборе, можно услышать в лаборатории в диалоге между Екатериной и Январем. Окей, тут я сперва зачитаю восхитительный комментарий, а потом ракомантирую. Лей, мне сегодня снилось, как ты орала, испугавшись кактуса, и я проснулся. А там был, правда, момент вчера на стриме, как я испугалась кактуса, я просто бежала по... Вот, ты человеку это снилось в ночных кошмарах. Я бежала по кукурузному полю, бежала, бежала, вроде как выбежала из этого поля, выхожу, такая, все, вроде как я в безопасности. И тут я напарываюсь на кактусы и испугалась, потому что меня ударили, а потом поняла, что это был кактус. Вот, насчет Криса Авелона, если кто вдруг не знал, если остались такие, это был один из самых топовых людей в Интерплей, позже в Black Isle Studios. Собственно, он приложил свою длань к второму Fallout'у, к тому же Planescape тебе уже хорошо знакомому теперь. Шучит теперь. Вообще хорошо знакомому. Вот, к Icewind Dale, то есть самые такие, самые сливки ролевых игр. Так что, если этот человек хоть какое-то отношение имеет к Prey, помимо, собственно, Аркин Студио, это уже неплохо. Тут были комментарии, в которых видно сомнения игроков вообще в Prey как таковой. То, что, блин, лучше бы оставили предыдущий сеттинг, лучше бы сделали проход за головами, чем гибрид Dead Space'а и Doom'а. Вот типа Аркейн перенесла просто некоторые локации тупо из Dishonored'а, только их перекрасила и так далее. Ты забыл еще, что там, между прочим, очень многие отмечали, что игра визуально напоминает BioShock и System Shock. И System Shock, как сказать, по своей стилистике, а вот по уровню графики, как-то, не знаю, проработки яркости, но реально в некоторых местах напоминает и BioShock Infinite. То есть ты, когда вот первый раз выходишь на эту вот саму станцию, осматриваешься, там действительно есть такие некие элементы, я бы сказала, нео-арт-деко, скажем так. Да. Чтобы ты понимаешь, о чем я. Кстати, да, да. И действительно напоминает. Слушай, ну вот я серьезно к этой игре относилась очень скептично, то есть как бы я не поклонница первой части, ну, сестра предыдущего. Это вообще не та игра. Они уже говорили, она не имеет ничегошеньки общего. Нет, поэтому я говорю, я поэтому, у меня не питая к ней какого-то особых чувств, поэтому как-то я не ждала ничего. То есть у меня нет такого, знаешь, лучше бы было старое, лучше бы было там или это новое. То есть я просто как-то, ну, было и было. И когда я смотрела сначала первые материалы по Прео, смотрела видео, смотрела скрины, думаю, ну, что-то как-то, ну, боевичок про космос, ну, как бы, ну, много было. А когда я вот поиграла, знаешь, на удивление мне понравилось. И серьезно, во-первых, мне понравилось, что там есть и вариативность, она действительно есть, что это не пустое слово, что может действительно проходить уровни и задачки разными способами. Действительно, там есть вот этот RPG-составляющий, несколько древов веток талантов, которые влияют, сильно влияют на игру. Внешне игра выглядит привлекательно, как-то, в общем, не знаю, располагает себе. Мне, в общем, понравилось, я бы хотела в нее поиграть. Ну, да, посмотрим, посмотрим, удастся ли Arkane переплюнуть самих себя с Dishonored 2. И переходим к киномании. И, черт возьми, да, да, и еще раз да, вышел трейлер второго Кингсмана. Блин, как же я люблю первую часть. Тебе не нравится? Я с трудом досмотрела, я просто после фильма плевалась, я думала, что это вообще за сюр бредовый. А когда увидела, что у людей еще... Знаешь, я никогда так подумала, смотрели с компанией друзей, мы такие, да, смотрю, это сейчас вообще что было, вообще зря время потратили. А потом, когда я в сети увидела, что люди высказываются, что немало, немало людей есть, которые высказываются хорошо про фильмы, такие, а я обожаю, я пересматриваю. Она смотрит, что там пересматриваешь, что там обожать, говорю, мне вообще не зашел. Я объясняюсь, я объясняюсь, говорю, мне показался какой-то там, не знаю, просто бредовый сюр, все. Я посмотрела, я с трудом досмотрела, решила, потратила в пустое время, мне как-то, не знаю, какая-то вот, ну, что-то как-то вот, ну, вот не зашло. Сюр, просто сюр, просто не знаю. Ну, это какие-то общие слова, то есть взять YouTube Бондиану, оно то же самое, но... Не знаю, Бондиану все-таки как-то более классическое, а здесь как будто бы насмешка над Бондианой, ну, плохая насмешка в моем понимании, ну, вот, в моем восприятии. Сейчас постараюсь. Я знаю, сейчас меня полетят еще, я чувствую, я в чат посмотрю, в сики, я говорю тоже, спасибо, да. Кто-то вот поддерживает, да. А вот кто-то поддерживает, спасибо тоже. Вот, я долго сопротивлялся смотреть, а потом в таком восторге побывал, отличный кино. Я всегда помню, ты хороший. Поясню. С Кингсманом ситуация примерно такая же, как с Криком и От заката до рассвета. Это внутрижанровая пародия, то есть он высмеивает шпионские боевики, так же, как это делает примерно Остин Пауэрс, так же, как это делает куча пародий на Бон, но при этом он остается не просто комедией, а шпионским боевиком. Овер-зе-топ шпионским боевиком. Я напомню, что это также еще экранизация комикса, правда, плохого комикса, но хорошая экранизация. К тому же ее ставил Мэтью Вон, до этого сотворивший чудо с Кик-Эс, который пипец, сотворивший чудо с Люди Икс Первый Класс. И здесь действительно все держится на балансе. С одной стороны, неимоверно похабный юмор, шутки про анальный секс и прочее, с другой потрясающая экшн-сцена. Сцена в церкви была снята за один дубль. Там Колин Ферд в совершенно непривычном для себя образе и выглядел потрясающе. Играл отлично. Ну, то есть, ну, серьезно. Вову говорят, фильм может сравнить с пришельцами в Митине, лютый трэш. Ребят. Вот, вон, видишь, что пишут люди, я не буду это озвучивать, но Рут, Геймс, 78, ну, вот, там много, на самом деле, людей сейчас высказывают, что, ну, мне тоже не пошло. Ребят, ну, это же постмодерн. Это постмодерн и комедийный боевик. Это как с моей стороны, мне не зашел Мэд Макс. Ну, то есть, это как ленец норм, а как фильм, ну, такое. Ну, да, красочно, там, весело, и все. Пустой. Лень зашло это. Пошли поехать дальше. Ну, я просто, ну, короче, не, но, но вот именно трейлер второго Кингсмана обещает все то же самое, только больше. И, да, с Кольным Фертом опять. Я лично очень этому рад. О Страже Галактики. Давай поговорим о хорошем, о чем-то хорошем, пожалуйста. В общем, да, Страже Галактики, вторая часть. В Москве представит режиссер Джеймс Ганн. Она уже готовится к премьере. На самом деле, вчера уже была премьера, ну, пресс-показ для пресса. Кто-то из наших коллег туда уже даже ходил. А большая премьера, собственно, будет завтра. Как-то фильм выходит 4 мая, но 27 апреля в Москве будет еще закрытый показ, на который примет участие режиссер и сценарист фильма Стражи Галактики 2 Джеймс Ганн. С ним в Москве также приезжает исполнительница роли Мантис. Пом Клементьев, исполнитель роли Йонду Макл Рукер. Пресс-конференция с членами съемочной группы. Прекрасный способ узнать побольше о фильме и о людях, что над ним работают. Наши коллеги в Мир Фантастики уже успели поговорить с Джеймс Ганном, видимо, вчера, и выведали у него множество секретов. Впрочем, если они попали в интервью, сами понимаете, спойлеры. Мне кажется, на этот раз у нас получилась более правдивая, более естественная история. Думаю, нам удалось найти правильный баланс и дозрителям все, что им так понравилось в первом фильме. И в это же время мы принесли немало сюрпризов. Мы пошли на риск, предположили, на что вообще способны эти герои, и оттолкнулись от этого. И я крайне доволен результатом, говорит Джеймс Ганн для интервью Мира Фантастики. Как мы знаем, он уже готов работать на третьей части фильма. Да, и уже подписали на нее. И это хорошо. По тем отзывам, что я слышала от знакомых по поводу второй части, говорят, она хорошая. Полноценное продолжение второй части, в чем-то даже может быть лучше. И прям это хорошо. Мне Стражи Галактики прям зашли очень, я жду очень вторую часть. И, кстати, завтра я туда пойду. Ну, я уже говорил то, что... А ты нет, видимо. То, что для меня именно Стражи Галактики были перехайпаны. Вот им как раз не хватило в моем понимании того безумия, именно которого прям все обещали. Трейлер обещал, что вот, именно, не знаю, может быть у нас с тобой разные понятия о солено-пересолено. То есть для тебя Кингсман пересолено. Для тебя там слишком много абсурда, слишком много трэша. А для меня в Стражах Галактики их слишком мало. То есть мне иногда нужен трэш у Гарса Дамии, да. Вот. И когда мне ее обещают... Ну, наоборот, как раз-таки в Стражах Галактики все было там, было и весело, и драйвово. То есть для меня это очень хороший, прям-таки образцовый фильм по комиксам. И, в общем-то, многие так высказывали, что... Хороший, но вот на меня он не произвел того впечатления, которое произвел на других. Я не спорил, что он... Он отличный. То есть у Гана его хулиганство не отнять. Даже если сковывать его оковами больших студий, больших корпораций, как всегда это происходит. Тебя сейчас извращенцем уже называют, понимаешь? Да, не вопрос. Да, у тебя какие-то там... Да, не вопрос, ребят. Вот. В общем, очень жду, на самом деле. Я тоже завтра собираюсь на эту премьеру. И надеюсь, это будет клево. Да. А теперь, а вот теперь про извращенство. Собственно, появился трейлер очередного российского ужастика. Называется он «Ховрина. Блог из преисподней». И посвящен, конечно же... Называется уже страшно. Посвящен, конечно же, легендарный, действительно, Ховринской заброшенной больнице. Она же ХЗБ. Собственно, просто место паломничества всех тинейджеров, по большому счету. Во всем случае так было, когда мне было лет 14. Это было действительно... Ну, ввиду того, что это самый здоровый, наверное, самый крупный абандон, то есть самая крупная заброшка Москвы и области, то есть туда наведывались, ну, прям, постоянно прям все. То есть это была прям тема-тема сгонять в Ховринку, нафоткать оттуда чего-нибудь. Там же вокруг нее действительно уйма всяких мифов кое-то разной степени сомнительности. Говорят, что на самом деле там и правда какой-то парнишка лет 14 покончил с собой, якобы из-за несчастной любви. Хотя реально есть вероятность того, что просто ввиду, собственно, неосторожности провалился в шахту лифт. Здесь что? Здесь у нас нет, не документалка, здесь у нас будет макьюментари, то есть ужастик в духе ведьмы из Блэр, причем настолько в духе ведьмы из Блэр. Я начну с того, что у ведьмы из Блэр под заголовок курсовая с того света. Здесь у нас блок из преисподней. Скопирована даже знаменитая сцена из «Ведьмы из Блэр», где главная героиня на трясущуюся камеру плачет «Мамочка, если ты наешь, это я люблю тебя, прости меня, мамочка». Это прям прямая цитата или это отсылка, уж не знаю. Пытаются сыграть на самом деле тренде, которому, ну блин, овер дофига уже лет. Лет пять, наверное. Ну, не знаю. Нет, если говорить не только о «Ведьме из Блэр», последние фильмы, последние несколько лет эти выходило целое скопище вот этих вот фильмов. Я не про, я вот именно про, я именно про «Ковринку». То есть, я не знаю, у нынешних подростков из Москвы и области, они вообще знают про нее, не знают. Знают, я видела про нее посты, публикуются, выкладываются, и там молодежь сюда до сих пор рвется. Вроде как ее охраняют. Нет, это да, но там отдельно, это как-то очень знаменитая, действительно. Она действительно знаменитая, это прям вот реально там место паломничества. Для меня это яркий пример «Мертвые легенды». То есть, место, которое могло бы быть действительно интригующим таким и атмосферным, если бы оно не было настолько попсовым. То есть, там реально перебывала треть моей школы. А ты там был? А я нет. Именно потому, что все ездили, все… Давайте отправим Диму в «Ковринскую больницу». Все ездили, все ходили, и там все просто издрисовано в графике. И пускай Дима снимет свою собственную версию хоррора про «Ковринскую больницу». На самом деле, ребят, если вы вот тоже любитель всяких таких заброшек и хотите предпринять самостоятельно поездку в «Ковринскую заброшенную больницу», мой совет – не надо. При введении вы там вряд ли встретите, а столбняк – запросто. Это, прежде всего, недостроенный объект, фактически аварийное здание, то есть объект повышенной опасности. По-моему, сейчас туда уже сложнее попасть, потому что ей все обещают снести наконец-таки. Там уже отнесли ее стеной, охранять уже стали нормально. То есть, у него там просто поти и зайти. Да, потому что поломало там ноги, руки, кучу, на самом-то деле, народу. Вот, и вышел помянутый парнишка, который стал тоже частью местной легенды. Он там, ну, действительно погиб. Насколько я помню, этот случай даже в СМИ был освещен. Фильм – вообще не верю в него абсолютно. Хотя я вот выступаю вообще целиком полностью за российские ужастики. И считаю, что невеста Подгаевского очень даже неплоха в чем-то. Хоть не во всем. Вот. Но вот это точно будет трешак. Вот. Так что вот так. Ну, собственно, на этом все новости на сегодня у нас, друзья. Да. С вами были Лея Радна, Дмитрий Шепелев. Дмитрий Кудряшов за кадром постоянно что-то вякает. Вот. Ну, мы его слышим. Давай. Он помнишь, сколько раз он сказал слово «нига-ниггер». В общем, все. Дима Шепелев уже уволен. С вами я прощаюсь. Я тоже, что я прощаюсь. Всем удачи! Я с вами увижусь завтра. С Димой вы уже завтра уже не увидите. С Димой уже уволен. Ладно, до пятницы, друзья. Всем пока-пока. До завтра. До завтра.